Пожалуйста, фракция «Справедливая Россия» Шеин, Олег Васильевич. Всегда приятно отметить эластичность позиции коллег из фракции «Единая Россия» по итогам встреч с избирателями, особенно с таким избирателем, как Дмитрий Анатольевич Медведев по приватизации жилья. Но я хотел сказать сегодня немножко о другом. Этот год юбилейный, этот год юбилей двух великих русских революций, каждый к нему подходит своими инициативами. На прошлой неделе коллегами из «Единой России» в Госдуму был внесен законопроект, по которому на встрече депутатов со избирателями теперь должны распространяться правила известного закона о митингах, собраниях, демонстрациях и шествиях. Единственная поблажка в том, что депутат может объявлять не за 10 дней, а за неделю. Я напомню, и второе, что на собрание это не распространяется. Я напомню, что в соответствии с указанным законом собрание это формы, которые может реализоваться только в специально отведенных местах. Очевидно, ни дворы, ни улицы специальными местами не являются. И если, скажем, люди собираются на встречу ТСЖ без депутата, то это у нас подзакон о демонстрациях и митингах не подпадает. А если они встречаются с участием депутата, то там уже возникают все меры данного закона, включая карательные санкции. Я тоже напомню, что у нас по этим мерам предполагается до 30 дней административного ареста и достаточно солидные штрафы. Не надо думать, что этот репрессивный закон не работает. У нас сегодня в тюрьме в Российской Федерации находится Эльнор Дадин, который ослушал на три года лишения свободы за пикеты. Не за экстремизм, не за то, что плакаты были какие-то экстремистские вещи, а то, что человек два раза вышел на акции без той процедуры, что предусмотрено законом. И не надо думать, что это не распространяется на депутатский корпус. Когда я работал в региональном парламенте, я оказался первым человеком, на котором в Российской Федерации был отработан закон коллеги Сидякина по новым штрафам на митинге. В тот год 2012-й я получил 17 штрафов, в том числе вот этот самый большой, новый. Тогда еще не работал 212-й уголовного кодекса Российской Федерации об уголовном преследовании за вторую часть мероприятия. Правда, те, кто нам опонировал, впоследствии оказались в разных местах. Полицейские, которые уписывали штраф, осуждены на 5 лет за вымогательство. Так называемый победитель на выборах мэра города Астрахани господин Столяров. 9 лет лишения свободы за взятку. А госпожа Максакова, которая в этом зале с честным взором рассказывала, как корректно считаются голоса в Астрахани, теперь таким же честным взором в Киеве дает показания против господина Януковича. Мы с вами эту историю на прошлой неделе тоже смотрели. Вообще возникает вопрос, а к чему эти запретительные меры? Что они дадут? Возьмем другой пример, забастовки. В 2001 году в России фактически возникли запретительные механизмы по отношению к стачкам. Их невозможно провести по правилам. Правила такие, что их нереально реализовать. Результат. В прошлом году 91 случай при остановке производства. В прошлом году 128. То есть закон не работает, потому что по закону из этих 128 эпизодов только один прошел с точки зрения законодательства. И что делать? Как при царе 2 года лишения свободы по уложению наказаний за участие в стачке или как было на реке Лена, когда 4 тысячи человек положили за один день из винтовок. Невозможно. 21 век, другая стилистика. Все запрещено. Но эти запреты реально не функционируют. Между тем, реальный экстремизм не встречает никакой реакции. Вот сейчас идет дискуссия, известная по поводу фильма «Матильда» про Николая II. Мне Николай II не симпатичен, мои родственники сражались за красных, я этим грошусь. Есть люди, кому симпатичен Николай II. Это дело частное, это дело теледискуссии, это дело дискуссии в клубах. Но вот что происходит. Открыто на сайте некой псевдо-православной организации «Святая Русь» размещено письмо к кинопрокатчикам, где сказано, цитирую, «Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть. Может даже пострадают люди. Действия эти от безысходности начнут со стороны тех, кто любит Бога и свой народ. Хороши себе любители народа, которые готовы свой народ сжигать живьем. Мы каждый 9 мая такими любителями празднуем победу в нашей стране. Вот где экстремизм. Вот и должно себя привязать государство. А у нас вместо этого вносится инициатива о запретах и ограничениях на встречах депутатов с избирателями. И не надо думать, что это все просто какие-то мелкие публикации в интернете. Я напомню дело Борне, известной боевой националистической организации, которая под слегка стилизованной свайской здесь в Москве убивала иммигрантов, убивала россиян из горной России, из Кавказа, калмыков и якутов, убила федерального судью и была разгромлена только после резонансного убийства адвоката Мракелова, кстати, родного брата одного из наших коллег по фракции «Единая Россия». Вот такой же вот ИГИЛ, только под немножко другой вывеской, другой оболочкой. Но ведь эта стилистика тоже, она не на бесплодной почве рождается. В долгие годы здесь, в Москве, на станции метро Соколу, у храма всех святых, была мемориальная доска в память о фон Панвица, о Шкуру, о Петре Краснове, о казачьем каверийском корпусе, который, правда, сражался не на нашей стороне, а на другой. В 2007 году неизвестные граждане эту доску разломали, и Генеральная прокуратура разбудила дело по факту вандализма. 2007 год казалось бы далеко, но в прошлом году другая мемориальная доска у нас была, как известно, в Санкт-Петербурге в честь новоизвестного деятеля времен Второй мировой, маршал Маннергейма, и никто иной, как министр культуры, рассказывал, что маршал остановил войска на старой финской границе, хотя достаточно взять карту посмотреть и понять, что войска пошли дальше, большинство не только в Советской армии. Поэтому вот эта вся стилистика ультраправая, она ведь реально требует обсуждения, потому что это реальный вызов общественным ценностям, общественным интересам, и это то, что мы не должны оставлять где-то в стороне, а вовсе не запрещать встречи депутатов со избирателями под соусом некой якобы заботы об общественном благе. Что сегодня реально происходит? Ведь мы все прекрасно, как люди, обладающие достаточно большим потоком информации, осознаем, что страна реально погружена в серьезный кризис. Половина всех доходов — это были доходы от газа и от нефти. Все это камуфлируется только за счет очень большого созданного резервного фонда, но из 7 триллионов рублей от резервного фонда осталось-то 4, и с такими темпами эти средства закончатся в 2019 году. Потому что даже когда мы говорим про среднюю заработную плату в 30 тысяч рублей, медианная заработная плата, то есть та реальная, которую получают люди, она в два раза меньше. Потому что официальная заработная плата — это заработная плата по официально работающим, по полицейским, по госслужащим, по работникам бюджетного сектора, по тем, кто официально занят на госкорпорациях типа «Газпрома», «Лукойла», «Норильского никеля» и так далее. Но если мы возьмем 28 миллионов работников, которые заняты неофициально, если возьмем еще 20 миллионов, которые работают на минималку, то реальная заработная плата в стране в два раза ниже. Тема, касающаяся пенсии. В прошлом году пенсионные выплаты в России оказались на уровне выплат в Китайской Народной Республике, где нет самостоятельных ресурсных возможностей ни по газу, ни по нефти, где эти газы и нефть ввозятся из-за границы. Мы находимся в условиях очень большого вызова. И на этот вызов может быть два ответа. Либо ответ очень правый, такой вот ксенофобский, но наша собственная история — это история отрицания этого вызова. Ведь не было бы никакого русского народа, если бы Кривичи, Древляне, Поляне, Чуть, Мери, Весь не стерли бы между собой эти на самом деле не очень глубокие границы, и не создали бы единое гигантское культурное пространство, которое оказалось самым крупным по территории нашей планеты. Есть реальная альтернатива, это альтернатива левая, социалистическая, и альтернатива демократическая. Страна может развиваться, лишь если каждый член общества может себя реализовать. Для этого должно быть право, в первую очередь, на хорошее высшее образование. Да, тяжело управлять образованными людьми, неудобно. Но зато страна может делать хороший рывок вперед, потому что образованное общество — общество науки. У нас по прошлому году ВВП России в универсальном эквиваленте оказался триллион двести пятьдесят миллиардов долларов. А Южной Кореи, которая по населению в три раза меньше, триллион четыреста. Потому что в нашем ВВП на науку тратится один и одна десятая процент, а там четыре и четыре. Сегодня доля расходов на образование в России составляет порядка четырех процентов ВВП, а в Турции — четыре с половиной, в Бразилии — пять, в Польше — пять с половиной, в Финляндии — шесть. Ведь мы говорим не про абсолютные цифры, а про относительные, на что делается акцент и на чем должна развиваться наша Родина. Необходимо ограничение монополий, в том числе, я думаю, даже национализация монополий, работающих в сфере систем жизнеобеспечения. Вместо этого нам предлагают закон, по сути дела, формирующий искусственные монополии в севере теплоснабжением. Необходимо возрождение полноценных выборов мэров городов, отмена муниципальных фильтров и переход на полный КАИБ, о чем сегодня правильно было здесь сказано, при всех голосованиях Российской Федерации. Автоматическая система подсчета голосов. Необходимо повышение заработной платы до уровня ВВП, как в странах УАЭС, 25% до 50%, чтобы у нас сформировался внутренний рынок спроса. Необходимо при распределении национального богатства в пользу 99% населения, которое сегодня обладает только 30% богатства созданных в стране. Для этого нужна демократия, основой которого является свобода собраний, в том числе и встреч депутатов со сбирателем. Спасибо.